Известие, что предстоит снимать сюжет о 60-летии Петрозаводской школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями зрения, наша съемочная группа встретила без особого энтузиазма. Наши поездки в медицинские школьные учреждения в последнее время выглядят почти всегда одинаково и состоят из трех частей. Приехав, мы обычно, сочувственно кивая, выслушиваем жалобы на отсутствие всего и в первую очередь денег. Затем выходит сюжет, повествующий о бедственном положении очередного учебного или медицинского учреждения и призывающий власти его исправить. Заканчивается все обычно полным отсутствием какой-либо реакции с их стороны. То, что нам рассказали в интернате, звучало оптимистично и как-то несовременно. Жаловались мало и как будто даже неохотно. Говорили в основном о достигнутом и о планах. Школа начала свою работу в 1938 году в поселке Ладова, Республике Карелии. В первый год работы школы было всего 11 слепых детей. С ними работало всего 9 сотрудников. С этого времени прошло 60 лет и в 1971 году школа переехала в город Петрозаводск. В школе примерно учится каждый год где-то от 130 до 140 детей-инвалидов, детей, лишенных попечения родителей, детей, которые потеряли зрение по тем или иным причинам. Около 10 лет назад к медицинским и образовательным задачам школы-интерната прибавилась еще одна. Здесь был создан единственный на северо-западе центр реабилитации детей со слабленным зрением для облегчения их вхождения в мир здоровых людей. Примерно тогда же в школе появился свой психолог. В этом кабинете у нас ребята проходят коррекцию, диагностиками делаем, потом коррекцию проводим, развиваем мышление, память, восприятие. Все основные психические процессы, которые нарушены, а как правило детей с таким созрением они нарушены, мы здесь корректируем. Здесь они могут немножко отойти от тех бед, которые у них есть и в семье, и с здоровьем связаны. Дети не только получают психологическую помощь, но имеют возможность заниматься музыкой и рисованием. Учат здесь так же, как и в обычной школе. Единственное отличие в том, что программа рассчитана на 12 лет. Все же у слабовидящих детей больше времени уходит на изучение материала. Некоторые не могут видеть совсем. Их учат по книгам, напечатанным азбукой Бройля. Читают такие учебники руками. Каждая буква обозначается набором выдавленных точек. Значительную часть школьной библиотеки составляют такие специальные издания. Среди них не только учебники, но и художественная литература. От русской классики до Саботини и Дюма. В педагогическом коллективе школы около 50 человек. Все они прошли специальную подготовку для работы со слабовидящими детьми. Их преданность делу очень высоко оценил директор школы. Подтверждает эту оценку поступление в вузы трех выпускников этого года. Если учесть, что всего в этом году школу закончили 10 человек, то в пересчете из живых людей в проценты получается вполне заслуживающий гордость результат 33%. Сегодня найти работу не могут и люди совершенно здоровые. А из выпускников этого года лишь двое не смогли трудоустроиться. Таких впечатляющих результатов удалось добиться благодаря преподаванию в старших классах профессии массажиста. Заканчивая школу, выпускники получают соответствующее удостоверение, которое значительно облегчает поиск работы. Это не все, что нам рассказали и показали в школе. Есть, конечно, и проблемы. Но о них мы сегодня говорить не будем. Во-первых, у школы-интерната праздник. А во-вторых, они ничем не отличаются от проблем всех остальных школ и медицинских учреждений. Главное, что здесь, несмотря ни на что не сдаются, продолжают работать и строить планы на будущее. Продолжение следует...